Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Я говорю сейчас об Александре Ивановиче Дикусаре, члене корреспонденте Молдавской академии наук. Добрый день! Спасибо! Добрый день! Александр Иванович, мы говорим о типе, мы говорим о характере. В эпоху перемен, вот китайцы, где я проработал 4 года, они говорят, не дай тебе Будда родиться в эпоху перемен. Значит, конечно, нельзя сказать, что вы родились в эту эпоху, но то, что ваше, скажем так, основное становление, уже как полной, законченной, завершенной личности, хотя это происходит, никогда не заканчивается этот процесс, произошло именно вот в эту эпоху становления. Нам говорили, что вот весь старый мир мы разрушим, порушим, это уже, по-моему, лет сто назад слышали, а как-то вот взамен не очень-то чего и построили. Скажите, пожалуйста, вот молдавская наука, мы знаем, переживает очень нелегкие времена. Молодежь не хочет идти в науку, поскольку не видит для себя будущего в этой среде, скажем так. Много чего печального. И все-таки, вот как сказал знаменитый Кала Брюньон, жив курилка, вот все-таки это дух науки. Я смотрю, вот у вас в институте физики все время какие-то проекты, какие-то исследования. И даже сорока на хвосте привела, что вы необычный ученый исследовательный, узкопрофессиональный, а вы еще занимаетесь тем, что изучаете тренды современной науки. И даже изобрели какой-то коэффициент, исходя из которого, несмотря на все гонения, наша молдавская наука продолжает существовать. Чему мы обязаны? Что ее поддерживает вот в этом просто невероятно сложном мире? Ну, я хотел бы начать вот с чего. Дать определение того, что такое вообще наука. Наука – это самоорганизующаяся система, развитие которой управляется ее информационными потоками. Внешние условия, ассигнования, организационные формы, сложившиеся в той или иной стране, идеологическое давление, секретность – все это лишь элементы той среды, в которой развивается наука. Среда может быть благоприятной или неблагоприятной, но она не в силах заставить науку развиваться в каком-либо органически чуждом ей направлении. Вот эта вот особенность науки и людей, которые работают в науке, она связана с тем, что это могут быть благоприятные условия, как действительно, в общем, достаточно благоприятные условия были в Советском Союзе, или существенно менее благоприятные, как сейчас. Но эти менее благоприятные – только элемент среды. А вот, собственно, наука – это люди, которые работают в науке. Они, конечно же, являются теми движущими силами. Скажем, они есть те самые характеры и те самые типы, которые в науке. Наука, видимо, тоже своего рода среда, и в этой среде всякая шешура, всякие приспособленцы в такие тяжелые времена, они как-то уходят, и остаются характеры типы. Уходят, конечно же, не только приспособленцы. Во-первых, уходят… Но из жизни уходят, конечно. Да, из жизни уходят многие действительно. Вот, например, великий человек был, я считаю, это великий человек, организатор, первый директор нашего института Борис Роман Челозаренко. Ведь в чём его заслуга? Это же человек, который изменил, я не побоюсь этого слова сказать, мировую цивилизацию. Почему? Потому что он создал революцию в металлообработке. До сих пор особенность металлообработки заключалась до него, до открытия его. В чём? Обязательно в случае металлообработки необходим был инструмент, который более твёрд же, чем обрабатанный металл. Ну да. А он придумал такой метод, когда сложную форму в твёрдом сплаве можно было получить с помощью медного электрода, медного инструмента. Понимаете, это революция была. Вы можете назвать ещё несколько таких ярких персонажей из всех отраслей науки, которые породила, ну скажем, Молдавская, тогда Советско-социалистическая республика, сейчас Республика Молдова. Я кого могу? Кого можно? Перечислите вот ярких, знаете почему? И тех, кто жив, и тех, кого нет среди нас. Потому что люди и молодёжь, они не знают этих имён. Ну, во-первых, я бы среди первых, я бы назвал, конечно, имя Якима Сергеевича Гросова. Почему? Почему Якима Сергеевича Гросова? Яким Сергеевич Гросов был первым президентом Академии наук. Он был собирателем Академии. Он со всего Советского Союза собирал... Типографа Шувалова. Да, он собирал. Ведь кто пригласил сюда Бориса Романовича Лазаренко? Борис Романовича Лазаренко сюда пригласил Якима Сергеевича Гросова. Там была реформа, будем говорить так, не очень удачная реформа советской науки, при котором Борис Романович лишился права заведовать академическим учреждением. И он пригласил сюда. И он развил здесь, в молдавских условиях, он развил совершенно новое направление, которое... Мирового значения. Мирового значения. Он организовал не только институт, вот институт прикладной физики, где он был первым директором, он организовал СКБ, он начал издавать журнал. И вот сейчас этот журнал, молдавский журнал, в английском варианте, с офис инженеринг эндеплайд электрокемистри, он один из ведущих журналов европейских в своей области. Это благодаря, конечно же, мы должны сказать, что всё это было сделано за счёт настойчивости, за счёт правильного подхода к делу Якима Сергеевича Гросова. То есть, Яким Сергеевич Гросов, вот как я понимаю из своего общения с людьми, работающими в Академии наук, более того, меня часто привлекали для того, чтобы я писал рецензии на конкурсные работы в Академии наук и многое другое. У меня создалось впечатление, что Яким Гросов – это человек, который создал нечто подобное Академгородку, вот я часто бывал в Новосибирском Академгородке знаменитом, где, между прочим, именно знаменитый Буткер придумал, вот сейчас все эти коллайдеры, супер, столкновения частиц, идея Буткера, она родилась именно в Академгородке Новосибирске. И поскольку я там часто бывал, вот чувствуется, что Гросу он создавал именно Академгородок, потому что это не только институты, лаборатории, значит, он, во-первых, как-то выделил отдельное место. То есть эти люди где-то жили и продолжают жить в зданиях, построенные, имеют возможность общаться с друг с другом. То есть он создал вот какую-то вот такую потрясающую ментальную среду для проживания вот этих людей. И очень печально, что улица Академика Гросула как-то вот испарилась в небытие. Это что такое? Это беспамятство человеческое? Или это какой-то приговор тем, кто это сделал? Что это такое? Мне трудно ответить на этот вопрос. Ведь была же улица этого великого человека. Да, мне трудно ответить на этот вопрос. Ну, в общем-то, сейчас она академическая... Вы говорите, что Академия сражалась, порядочные люди в Академии сражались. Насколько мне известно, да, против этого выступали. А кто в основном выступал? Наверняка, гуманитарий. Я не знаю. Историю этого вопроса я не знаю. Я не являюсь экспертом. Но то, что защищали... Защищали, да. Это точно совершенно. Кто, не могу сказать. Я хочу... Вы задали мне этот вопрос. Я хочу всё-таки продолжить ещё. Да, имена. Ещё имена. Я бы, конечно, назвал имя Антона Васильевича Аблова. Аблов. Да, Аблов. Это крупнейший химик, специалист в области химикомплексных соединений того времени. Он создал целую школу. Ведь Берсукер... Да, Берсукер. Знаменитый Берсукер. Да, Берсукер. Знаменитый Берсукер. Он родился в школе Антона Васильевича Аблова. Вот в чём дело. То есть, Берсукер, получается, что он состоялся, как, не побоимся слова, великий учёный, именно в недрах, созданной Гроссулом вот этой академии. В школе, да, этой школы, академии, где была создана школа химиков-комплексников Антона Васильевича Аблова. Вот имя Антона Васильевича – это действительно, ну, молдавской науки химико-комплексных соединений – это была визитная карточка молдавской науки. Я бы, конечно же, ещё живущих вспомнил в этом смысле – это академиков Мускаленко, физиков-теоретиков. Вот, вы говорите во множественном числе, правильно? Да, это братья-зеленцы, это братья-близнецы. Конечно. Это братья-близнецы, но в своё время, значит… Судя по равновеликости, они были однояйцами. Это я не знаю. Это я не знаю. Но, тут тонкости я не знаю. Они были… Да, но ведь в своё время государственная премия, ещё в советский период по физике, была присужена Святославу Анатольевичу Мускаленко. И это было… он был родоначальником такого очень оригинального направления вообще в физике твёрдого тела. И поэтому, конечно, их и не упомянуть, их значимость для развития молдавской, не только молдавской… Да, и мировой науки. Да, безусловно. Знаете, мы говорили, что наука по-хорошему нету, там, английской науки, китайской. То, что, по большому счёту, наука в высоком смысле этого слова, она универсальная. Дело в том, что, понимаете, кроме как мировой науки другой быть не может. Да. Почему? Таблица умножения везде, таблица умножения. Хоть на Марсе, хоть на Юпич. И даже дело не в этом, потому что, если вы… только в таком случае это наука, если вы получили какой-то результат, который никому в мире ещё неизвестен. Вот в чём я. И он универсален. И он универсален, потому что он универсален, и даже если особенность региональной науки, ведь в чём заключается? Она заключается в том, что если вы исследуете, скажем, почвы Молдовы… Это другое дело. Ну, это почвы Молдовы, но всё равно это часть мировой науки. Вы описали почву Молдовы или фауну Молдовы, но это часть мирового знания. И вклад в вас здесь неизбежен в мировую науку. В этом случае вклад неизбежен в мировую науку, потому что это специфика, это особенность регионов. Даже вот возьмём этнографический. Кстати, у нас есть замечательные этнографы какие-то, вы можете назвать? Я не знаю, сейчас я не знаю… По памяти? Да, нет, сейчас мне трудно. Особенности… Трудно мне сказать. Я же не являюсь экспертом. Вот как на слуху, скажем так, ощущения… Были серьёзные исследования? В области этнографии особенности были исследования, безусловно. Я сейчас не могу, так сказать, персоналии выделить какие-то. Да, понятно. Да, не могу. Но, безусловно, конечно, конечно. Конечно, конечно, конечно. И ещё тут… Вот ведь вопрос. И, конечно же, организация Молдавской академии в 1961 году – это был как бы выход Молдовы, безусловно, на новый уровень. То есть, и скажем так, периферии, из периферии послевоенной с этими проблемами надо было электрификацию делать, дороги, инфраструктуры, заводы, фабрики. Вот кроме этого надо было поднимать человеческий потенциал и научный потенциал. Да. Ну, и надо сказать, что это было в этот период, это был золотой век вообще советской науки. Почему? Дело в том, что человек вышёл в космос. И правящий круги… И правящий круги… Впервые вышел. Да, впервые. Вот давайте одну секунду посмотрим. Сколько прошло лет вот с этого знаменитого полёта Гагарина, а сколько стран в мире всего-навсего запустили человека в космос? Россия, Америка, Китай? Всё? Да. Да. То есть, это сильнейший показатель. Безусловно, безусловно. И власть предлежащим была продемонстрирована колоссальная роль науки. И вот благодаря этому наука развивалась и не только в центре, а наука развивалась на периферии Советского Союза. И активное развитие науки произошло и в Украине, и в Прибалтике, и в среднеазиатских республиках. Новосибирь, вон Новосибирский Академгородок мы говорили. Да, Новосибирский Академгородок. Это фантастика. Конечно, конечно. Коллайдер обязан Академгородку. Да, 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 да. И вот это… Но этот золотой век кончился. Этот золотой век кончился. С кем он кончился? После разрушения Советского Союза, после разрушения Советского Союза, кончился золотой век науки. И не только во всем постсоветском пространстве, но и в каждой республике. Естественно. И возник вопрос, очень важный вопрос. Есть ли очевидно совершенно, что наука нужна в странах, необходима в странах линера? А нужна ли наука в таких малых странах, как Молдова? И какая наука нужна в таких странах, как Молдова? Вы сейчас, власть передержащим фактически, и всему нашему обществу, потому что какой народ такие власти, вы задали два сакраментальных вопроса. Повторите их, пожалуйста, чтобы наши дорогие соотечественники внимательно, со всем вниманием выслушали. Повторите вот эти два вопроса. Первое. Нужна ли наука в малом государстве? И второй вопрос. А какая наука нужна в малом государстве? И на этот вопрос у меня есть ответ. Это, конечно, мой ответ на этот вопрос. Первый ответ. Да, необходима и нужна. И я могу его обосновать. Почему? Могу обосновать. Занимаясь относительно длительное время, такой побочной для своей профессиональной деятельности физико-химика, наукометрией, мне удалось показать связь, количественную связь, между уровнем развития науки в конкретном обществе и уровнем социально-экономического развития в этом обществе. Оказалось, что это одно влияет на другое. Это положительная обратная связь. И уровень развития науки увеличивает, расширяет уровень социально-экономического, повышает уровень социально-экономического развития. А это что? Это показатели экономические, это количественные показатели ООН рассчитывает, индекс развития человеческого потенциала. Это экономические показатели развития общества, уровень образования в этом обществе и уровень здравоохранения. Так вот, развитие науки, этот показатель, основной показатель социально-экономического развития увеличивает. То есть, они чудесным образом взаимосвязаны. Причем тут, тут. Если кто-то думает, что он разгонит Академию наук и разгонит науку в стране. Я скажу даже больше. И займется только торгашеством и какими-то... Я даже скажу больше. Я даже скажу больше. Если, поскольку вот такая взаимосвязь имеет место, если вы уменьшаете финансирование науки, снижаете финансирование, вы снижаете уровень социально-экономического развития общества, в котором вы руководите или ответственность вы несете. Вот в чем дело. Потому что это система с положительной обратной связью. Но это означает не только ведь, это означает не только наука определяет уровень социально-экономического, но уровень социально-экономического определяет уровень развития науки. То есть, типичное для нелинейного, а кибернетического мышления, здесь причина и следствие находятся в диалектическом единстве. Абсолютно точно. Вот то, чего они понимают, чиновники и политологи. И это прекрасно понимают, это прекрасно понимают в Европе. Европейский Союз, просто законодательство, 3% от ВВП выделение на науке. 3% от ВВП. То есть, норма по Евросоюзу. Норма по Евросоюзу. Польше, пожалуйста. Да. 3% от ВВП. И вопрос, что если даже в условиях кризиса стоит вопрос, что сокращать, ни в коем случае не сокращать науку. Потому что выйти из кризиса можно только благодаря науке. Вот оно как. Вот. И в этом смысле те 0,3% от ВВП, которые сейчас выделяются на науке в Молдове, это крайне. То есть, в 10 раз меньше. В относительном виде. То есть, ребятки, перед тем, как собираетесь в Европу, повысите в 10 раз в класс науку, а потом будем разговаривать. Я шучу. Ну, конечно, конечно. Вот и непонимание. Кстати, вот это в свое время в Кодексе науки была введена норма. 1% от ВВП к определенному году. Александр Иванович, я вот хочу сказать нашим дорогим телезрителям, что вот эта идея об 1% автор ее сейчас сидит перед вами. Это Александр Иванович Декусар. Да. И потом она была закреплена. Она была закреплена в законе. И закон остался. Президенте Владимира Николаевича Воронина. Я помню, Март Качук очень серьезно занимался этим вопросом. Да, 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 да. И я был в той экспертной группе. И потом, ну как только произошла смена власти, начался снижение науки. И, кстати, к первой, кто был. То есть, после Майдана науки... Да, снижение произошло. Максимум, чего достигли к тому времени, это 0,7%. То есть, уставка была на 1%. Подъем до 0,7% дошел. После Майдана все грохнулось. До 0,3%. Начался регресс. Вот тот 0,3%. А, пришли ребята, которые за Европу. И в результате этот показатель довели до 1,1% от европейских. Среднеевропейских. Да, 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 со среднеевропейских. За что боролись, на то и на поле. Но я просто об этом надо говорить, потому что... А что за разговорчики были в строю, вот когда эти майданщики, те, кто за ними стоял, пришел в власти. Я же помню, там выскакивала эта госпожа, как ее профессор Гуцу, Анечка. Что там чуть ли не вообще тут разогнать все надо, что академию, что... В принципе, я помню ее логику. Это логика тех, кто за ней стоял. Кому земли, академии, там здания очень понравились. Логика была потрясающая. Вот у нас с сельским хозяйством дело плохо. Закроем сельхозуниверситет. Что с техникой там не ладится, давай политех закроем. А если еще где в медицине дела, давай... То есть логика была, ну какая-то вот мы говорили сейчас про вот эту логику обратных связей. Вот то, что вы говорили, что наука и развитие общества, да? Взаимосвязаны. Они взаимосвязаны, это единое цель. А тут прилагали что? А раз плохо дело, да-ка закроем. А там чуть не так, разгоним. Вот что это за ущербная логика? За ней явно просматривается и материальный интерес. У, сколько земель в центре города, зданий там и многое того. Ну, Виктор... Не без этого, думаю я. Мне трудно комментировать. Я единственное, что могу сказать... Я вас не ставлю в неловкое положение, но мне проще, потому что я, как говорится, член иностранных академий. Вот, например, недавно избрали, вот я говорил, ученый Советный Института философии Российской Академии Наук. Ну, когда я, помню, избирался здесь, я, помню, я тогда улетел в Штаты в 93-м году, и это, когда вернулся, Сергей Иванович говорит, вот выставляли твою кандидатуру в член-коры, меня не было. Из 20 человек, 15 проголосовало за тебя, ну, по отделению. Ну, говорит, извини, родной, ничего не вышло. Вот, ну, я сказал, ну, что, у нас мало чудес бывает. И как-то вот у меня так получилось, что вот с иностранными академиями, не только с иностранными, у меня как-то дела нормально стоят, а тут как-то на месте странно. И вот уже в то время, я помню, это был 93-й год на дворе, в воздухе чувствовалось, еще тогда не очень определенно, что будет крутой наезд на Академию Наук. Вот это просто чувствовалось. Я помню эти речи, воспламененные депутатов, особенно один из них, он, кстати, он в политехнике, кандидат наук был из политехнического института, значит, стал депутатом, поменял фамилии окончания на Чук, поменял на Чу, ну, тогда было это можно. И я помню, что он мне доказывал, а мы с ним знакомцы по политеху, и он мне доказывал, говорит, Виктор, это что такое? У нас в Молдове, ты понимаешь, развивается какая-то дурацкая квантовая механика, да что она в этой квантовой... Это говорил человек, ученый, кандидат наук, он говорил, а зачем нам то, зачем это? Я говорю, слушай, подожди, ты что несешь? Он говорит, нам не надо вот такая дифферсификация науки. Я говорю, а что нам надо? Он говорит, ну, говорит, вот надо пару, допустим, там, сельское хозяйство, кстати, где то сельское хозяйство, какой уровень и так далее. И, понимаете, вот это какая-то мания разрушения, мания какой-то даже, ну, какая-то эпоха антипросвещения наступила. И я это уже в 93-м тогда чувствовал, что что-то не то происходит. Вот я, вы мне задали вопрос, чтобы я... Да, вот это все из этой области. Да, нет, вот вы мне задали вопрос. То есть, почему нужна наука? Нет, а какая нужна наука? И теперь второй вопрос. Какая нужна? Какая? И вот тут я отвечаю очень просто. Хорошая. Вы понимаете? Хорошая. Если это будет... Подобещать хороших и разных. Да. Если это будет хорошая квантовая механика, она нужна. Если это будет хорошая электрохимия, она нужна. Если это будет хорошая физика твердого тела или хорошая химия, она нужна. Прежде всего, нужна хорошая. И хорошая литература в ведении, и хорошая историография. И все это нужно. Вот, это основное условие науки. Наука не может быть малдатой. Некачественная. Подлинная наука, она мировая наука. Вот и всё. И всё. Вот нам нужна именно, к сожалению, я не могу сказать, что у нас во всех областях хорошая наука. Из ныне сохранившихся, уцелевших. Да, я не могу это сказать. Я могу сказать, что... Вот я вам говорил о том, какая у нас хорошая наука. И, кстати, могу вам сказать, что в известной степени это приводит к практическим результатам. Вот сейчас я... Например, почему в Молдавии... Вот сейчас в Молдавии есть такой завод ТАПАС, который входит в холдинг Салют. Что он производит? Он производит, так сказать, оборудование и технологии хай-тек. В какой области? В области электрохимической размерной обработки металлов и в области то, что принёс сюда Борис Роман Щелжаренко. Это уже никогда не было в Молдавии. Но когда рухнул, после развала Советского Союза, рухнул ТАПАС, бывший тогда генеральный директор Салюта, а он, кстати, родом из Приднестровья, Елисеев. То есть наш земляк? Наш земляк. Он был генеральный... А что такое Салют? Это СУ. Это производство авиапромышленности России. КБ СУХАВА. Он рассуждал таким образом, причём он выступал по московскому телевидению, мне передавали, что станочник в Москве стоит такую-то сумму, а станочник в Кишинёве в пять раз дешевле. Так проще размещать простейшие заказы в области металлообработки в Кишинёве и возить потом это экономически выгодно. Никакой политики. И, мало того, базу ещё не раздерибанили, не растащили. А потом решили, простите, но там же есть лаборатория электрохимической размерной... Следующий шаг. Следующий шаг. И начались размещения заказов в этой области. И вот сейчас Молдова торгует станками, девять станков в области электрохимической обработки турбинных лопаток, станции подготовки электролита. Но благодаря чему? Благодаря тому, что здесь, в Молдавии, была хорошо развита наука в этой области. Не будь этого, ничего бы не было. Вот помните, фидбэк, связь между уровнем развития науки и развития производства, общества и так далее. То есть, главное, я хочу очень продемонстрировать, главное не какая наука, а хорошая наука. Никакого рода. Никакого рода. То есть, ответ на вопрос, нужна ли наука и какая нужна, нужна прежде всего хорошая. И хорошую науку делают хорошие люди. Ну, это уже... Хорошие, вы знаете, я не имею в виду коллизия, но известно, что Шопенгауэр был человек-ненавистник, он написал самую оптимистическую философию и наоборот. Я о другом говорю. Хороший человек, в моем понимании, это человек, у которого есть хорошая цель. Да. Потому что, если эта цель хорошая, то, ну, может быть, и скряга, и прижимистый, и подозрительный, Бог знает, как он. Ну, это творческий человек, потому что не может быть злое дело созиданием. Зло оно всегда разрушает. Ну, тут я могу, поскольку вы уже, так сказать, такую сферу затронули. Да, почему? Мы говорим сейчас о том, что наука – это и не только технологии, которые на выходе, и это не только рабочие места, это работающая инфраструктура и так далее. Наука – это еще состояние духа людей. Или они живут в веке некого просветленности и веры в будущее, или это какие-то мелкие крысы, крысятник, там украл, там цапнул, там кинул, там обманул, там. И вот на этом всем и люди бегут из такой страны. Да, конечно. Потому что из всех функций науки… И молодые ученые, в том числе. Из всех функций науки, а функций науки ведь несколько. Это и экономическая функция, и образовательная функция, и социокультурная функция, потому что наука является часть культуры общества. Конечно. Но одна из функций – это мягкая сила. Софт-пауэлла. Да, мягкая сила. Там, где есть развивается наука, туда привлекается народ. А как вы сказали, а если она не развивается, то народ бежит. Вот видите, еще один фидбэк, еще одна обратная связь. Да, связь. То есть, если хочешь привлечь молодежь, чтобы она не убегала, а чтобы она занимала… Молодежь очень любит созидательную сферу. Безусловно. Я вот читал лекции до недавнего времени, к сожалению, высшая антропологическая школа сейчас не функционирует. Значит, кроме мировой экономики, я на лекциях ребятам, я фактически им читал основы научных знаний, основы научных исследований. Я ознакомил их с современнейшими разработками в математической логике. Находил такой способ, чтобы было доступно, понятно, образно, чтобы зародить интерес. Вы бы видели глаза этих молодых ребятишек и девчонок? Они просто горели. Просто невероятно. Вот говорят, вот молодежь, она такая сакая, ей все, типа, пофиг и так далее. Ничего подобного. Видели бы эти горящие глазки, куча вопросов. А что здесь? А что там в мире делается? А что… И вы знаете, вот это прикосновение вот к этой науке, оно на самом деле, это такой аттрактор для молодежи. И если бы государство вот с этими вороватыми чиновниками и проходимцами возле той же и науки, и возле культуры, если бы то, если бы они вкладывали деньги в молодежь, а вкладывать деньги в молодежь, это вкладывать в образование. А образование без науки – ничто. Конечно. Конечно. Это абсолютно верно. И вот я как бы правильно понимаю вот то, что вы сформулировали насчет вот и социокультурного, и воспитательного, и все прочее. Вот эта функция науки. Конечно. Конечно. То есть, эта наука многофункциональна. Многофункциональна. И вот то, что я определил функций науки, вообще-то гораздо больше. Тут можно и сказать, функция влияния на здравоохранение, уровень развития влияния на науки на уровень здравоохранения. Отношение к нему. Да. То есть, и поэтому, но я снова хочу подчеркнуть, понимаете, одну особенность, какую науку нам развивать. Если сейчас мы просто знаем, вот в Молдове надо развивать, предположим, я так условно говорю, генетику. Если есть соответствующая база, если есть соответствующие носители люди, которые могут на мировом уровне это развивать, да, это надо развивать. Но если таких людей нет, то вряд ли это необходимо делать. Получится. То есть, надо развивать прежде всего хорошую науку. А хорошая наука – это настоящая наука. То есть, те оставшиеся традиции научные, я имею в виду в людях, а не в школах научных, которые еще не погибли после вот этого страшного взрыва мракобесия, да, их надо поддерживать и поддерживать, выращивать. Потому что именно вокруг них вот молодежь, 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 потому что наука без молодежи – это ничто. Как и без стариков, которые я думал, молодежь. Это гармония должен быть. Опять же, опять кибернетическое мышление. Фидбэк, да, обратное положительное. А то наши некоторые политики любят говорить слово «фидбэк, обратная связь». У меня такое впечатление «бум-бум-бум», они ничего не понимают о том, что говорят. И поскольку у нас осталось, вот время как-то так пролетело, тема оказалась злободневно интересной, надеюсь, для наших соотечественников, потому что часто, ну, наука, ну, что там, какая наука? А вот, оказывается, наука не просто никакая. Это становой хребет любой государственности, я так думаю. И поэтому, учитывая, вот, мало времени, с чем бы вы обратились вот к тем, кто нас смотрит сейчас? Может, смотрят родители, смотрят дети, смотрят молодежь, может, еще кто-то смотрит? Я бы сказал так. Короткое прощение. Да, прощение. Относитесь с уважением к науке. Вот это, наука, это непростая вещь. Простой человек может не понять, зачем нужна решение системы дифференцированного наградения в частных производных. Кому это нужно? Какое это дает его благосостояние, его запросам? Но, вы понимаете, это примерно такое же отношение, как кроманьонец, человек, который занимался только охотой и собирательством, вдруг увидел человека другого поколения, который бросает зерно в землю, потому что он ерундой занимается. Который волкоподобное существо гладит, и оно возле него? Да, гладит. С его точки зрения непосредственного его жизнеобеспечения. Это как бы нонсенс. Это нонсенс. Он говорит, это зерно забрать надо, а ты его сажаешь. Да, ты его сажаешь. Животное. В итоге-то те выживают. Потому что те с голода погибают, а эти выживают. А благодаря чему? А у них, у тех, кто бросает? Огонь. Да. Огонь бежит, а этот сумасшедший, наоборот, идет, берет, хранит его где-то, учится. Вот, вот. Без этого бы человек. А это наука. А с точки зрения сиюминутной, обычного зрения, непонятно, чем человек занимается. Вот ответ. Вот ответ. Поэтому к науке надо относиться с уважением, но к настоящей науке. Это был ответ Александра Ивановича Декусара, члена корреспондента Молдавской Академии Наук. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Иванович, вам. Спасибо. Потому что, я честно говоря, даже сам вот как бы профессионально занимаюсь наукой, образованием и все такое. Вы знаете, вот ракурс, вот эта точка зрения, с которой вы посмотрели сейчас науку, тоже меня видавшего и наслушавшегося всего, виды и наслушавшегося, это порядком удивило. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот и подходит к концу наша передача, наша авторская программа «Позиция». Что можно сказать? Можно сказать об этой передаче, вот теперь я как бы становлюсь на точку зрения, как бы оценки своей работы, оценки нашей беседы в целом, нашего гостя, уважаемого ученого и человека. Мне кажется, что когда мы начинаем говорить о науке, у нас в головах наступает просвещение. Мы начинаем мир видеть более освещенным. И мы с удивлением начинаем понимать, насколько был прав великий Бекон, когда он сказал свои знаменитые слова, величайшую максимум человечества – знание – сила. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!